Уважаемый товарищ президент, для представления и назначения на должность, включенная в кадровый реестр главы государства, приглашены и представляется Трубила Геннадий Алексеевич на вакантную должность министра жилищно-коммунального хозяйства. С июня 2018 года работает первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства. Лихнович Алексей Алексеевич на вакантную должность министра транспорта и коммуникации. С апреля 2018 года первый заместитель министра транспорта и коммуникации. Рыловой Юрий Вячеславович представляется на вакантную должность помощника президента Республики Беларусь инспектора по Витебской области. С февраля 2022 года работает министром сельского хозяйства и продовольствия. Товарищ президент, все указанные кандидаты прошли проверку, изучены и готовы к выполнению тех задач, которые будут поставлены. Доклад закончен. Кроме задач, которые я хотел бы перед вами поставить, думаю, что важнее то, что вы лучше меня знаете, что нужно делать на верных вам участках работы. И Геннадий Алексеевич, Алексей Алексеевич, вы люди подготовленные. Не могу сказать, что министерства были провальные и бывшие министры плохо работали. Поэтому мы и остановились на кандидатурах заместителей. Но работы много. Что касается Геннадия Алексеевича, вас должен сказать, что я жду от министерства, чтобы оно было видно. Понимаете, о чем я говорю. И во-вторых, чтобы это министерство наконец-то доказало, что ему быть. Что министерство жилищно-коммунального хозяйства в стране нужно. Вы знаете, это от вас не секрет. Мне постоянно вносились предложения о ликвидации этого министерства или включении в какое-то другое министерство. Потому что якобы функции пересекаются. Многие функции реализуются местными органами власти. Некоторые функции входят, ну допустим, в министерство строительства, смежное и так далее. Я не считаю, что это так. Это, во-первых, даже если где-то и вы занимаетесь строительством, или капитальным ремонтом, или же параллельно министерство строительства, всем работы хватит. Но, естественно, вам не следует заниматься тем, чем будут заниматься и местные органы власти, и министерство строительства. Я думаю, что министерство особо и не влазило в эти полномочия и функции. Но почему меня беспокоит это министерство, я его сохраняю. Во всех обращениях людей на мое имя, администрация президента контролирует этот вопрос. Вопрос номер один – это вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Вы должны привносить новинки в эту систему. Вы должны жестко контролировать исполнение всего функционала, который возложен на местные органы власти и другие организации. И хотелось бы, чтобы этих жалоб было меньше. Я понимаю, что всегда так было. Всегда чего-то не хватало. То забор не отремонтировали, то крышу, то балкон. Ну, естественно, балкон нам надо ремонтировать. Отдельно каждый человек это не сделает. А вот забор и крышу частного дома надо отремонтировать. Да, крышу многоэтажки мы поправим. То есть надо четко распределить здесь обязанности. И где-то министерство должно подключиться. Ну и общее руководство. Не думаю, Геннадий Алексеевич, что я должен вам подробно рассказывать, чем вы должны заниматься. Вы человек опытный, очень много проработали в этой сфере. И я очень надеюсь, что будет заметно это министерство. Что касается Министерства транспорта и коммуникации, ну, вы знаете, что у нас и внутри страны хватает вопросов. И во взаимоотношениях с нашими главными партнерами. И Россия, и Китай, особенно Россия, транзит и так далее. Много вопросов, которые есть. Мы с президентом России подробно обсуждали эти вопросы. Я, Головченко, после последней встречи с президентом России изложил наши подходы, наши договоренности. Нигде нет отторжений. Ваше дело работать. Надо договариваться. Потому что логистика усложнилась. И тарифы, допустим, на наши товары, это вопрос серьезный. Нам желательно, чтобы эти тарифы были поменьше. Чтобы предприятия из-за логистики не легли и в убыток не ушли. Тоже знаете эту проблему. Ну и также подвижный состав, другие вопросы. Очень много вопросов с перевозками людьми. Всем надо этим будет заниматься. Тебе, Игорь, я уже говорил, если ты это воспринимаешь как ссылку, ну вот твои проблемы. Тебе нужно пройти этот этап. И если ты там возьмешься крепко, то и результат будет, и для тебя лично будет очень полезный результат. Как ученый человек, даже я скажу, как идеологический работник от практики, у тебя данные это есть. Но теперь надо заземляться. Если ты думаешь дальше работать. Ну а куда тебе деваться? Тебе до пенсии, как до Господа Бога. Поэтому надо впрягаться и надо показать результат. Это мое тебе предложение. Ну что это предложение? Ты солдат и по-солдатски поступаешь. И я это очень ценю. Но не подменяя губернатора, он-то понимает, кто пришел. Все-таки это министр пришел. Он понимает это, но не надо его придавливать и его функциями заниматься. Работай через кадры. Ты инспектор по кадрам. Ну и там, как меня информировали, и ты такой точки зрения придерживался, заместителем по селу работает крепкий хозяйственник. Тоже посмотри, так ли это. Ну в общем оценка кадровые, кадровые вопросы – это твои вопросы. Если нужно, докладывай напрямую. Ты знаешь, там часто бывают в любое время. Или позвонишь, или доложишь. Но Витебскую область надо ставить на то место, на котором она должна стоять. Ситуация непростая. Лучше всех это понимаешь. Да и сам же был ответственный там. Поэтому надо поработать там с полной отдачей.